Привет всем! С вами гид Павел Перец. Сегодня я сделаю то, чего никогда не делал в своих видео. Обычно я это произвожу исключительно в формате офлайн. Я вожу людей по проходным дворам. Их у нас огромное количество в Петербурге, причем есть как известные, скажем, там на Невском проспекте, затем в районе станции метро Владимирская. А есть менее известные... Вот это такой среднеизвестности вариант, который я вам сегодня предложу. Мы с вами сделаем такое кольцо, выйдем с фонтанки на Маховую, где я прожил 4 года. И покажу вам даже дом, где я жил, он интересен. И буду параллельно вам что-то рассказывать, но может быть даже не столько из области, скажем, краеведческой, сколько из области вообще довольно характерной для Петербурга. Значит, во-первых, нужно сказать, что, к сожалению, в настоящий момент большинство проходных дворов перекрыто. Раньше их было гораздо больше. Например, есть замечательный проходной двор с Маховой на Литейный проспект. Вы можете пройти с Маховой улицы и прийти к воротам. То же самое и здесь. На самом деле, этот двор раньше был проходным с обеих сторон. Сейчас его перекрыли с Маховой. Там стоят ворота с кодовым замком. Но вот с этой стороны еще пройти можно. Одна из характерных особенностей в Петербурге, когда вы ходите и смотрите вокруг, заключается, во-первых, во флигелях. Я про них скажу еще пару слов. И вот в таких вот браунмауэрных стенах, про которые я тоже пару слов скажу. Дело в том, что браунмауэр... Ну, прежде всего, вот мы посмотрим. Это пока такой лайт-вариант. Двор радости, я обычно называю это. Но сегодня мы увидим с вами еще гораздо больший двор радости где-то. То есть, вот посмотрите, окна, они смотрят на стену или вот прям-таки в окна других соседей. Но на самом деле это еще очень неплохой вариант, потому что здесь хоть какой-то свет проникает. И вообще очень даже неплохо. Есть варианты гораздо более жесткие. Давай просочимся прямо сразу сюда. Да, очень много кисиков всяких разных. Вот, например, такие бамдосы тут бегают у нас. Киси-киси-киси-киси-киси-киси. Раньше, вот там, куда мы направляемся, там был целый просто склад этих кошек. Но потом они переместились в другое место. Вот еще одно прекрасное создание. В соседнем дворе, ну, это для людей более старшего поколения, располагалась довольно долгое время студия Позитив, которая снимала такую передачу, как Городок. И у них, на самом деле, сейчас мы прервемся. Вот смотрите, вот эти двери, видите, одна квартира. Вот эта квартира, вот эта квартира, вот эта квартира. Это бывшие дворницкие. Дело в том, что в чем была приятность работы дворником, в том, что вам, помимо всего прочего, предоставляли еще халявное жилье. Вот отличная, на самом деле, типичная петербургская перспектива. Такой небольшой фигелек. Торчит вот эта самая брандмаурная стена. Это правильная брандмаурная стена, она противопожарная. Был закон, согласно которому все соприкасающиеся друг с другом домы должны были либо стоять на какое-то расстояние, либо вот у них должны были такие стены в обязательном порядке, без каких-либо окон. Здесь мы имеем пример, который мы еще увидим. Вот там вот здесь такой белый ящик под окном. Ну, люди из советского времени помнят, что это холодильник. То есть там хранили разные вещи. Здесь замазан отбойник, на самом деле. Они присутствуют много где. Это чтобы не сбивали углы. Вот здесь очень хорошо видна, на самом деле, структура. Мы это еще увидим. Дело в том, что, видите, они как бы сверху, эти дома вроде как каменные. А на самом деле там внизу очень много деревянных перекрытий. Именно поэтому немцы во время блокады скидывали преимущественно зажигательные бомбы, в основном, на город Петербург, потому что дома идеально горели, на самом деле. Вот здесь, если мы... Ну, сейчас вот мы пройдем чуть подальше, потому что нам мешают листва, которые начинают распускаться в мае. И вот вообще изначально вот здесь вот был плацдарм кошачий. Я когда водил здесь раньше экскурсии, здесь был полный раздрай. И практика показывает, что вот особенно москвичей, да, вот переводишь на Дворцовую площадь или еще куда-то. Ну да, красиво, но как-то, знаете, вот айфончики не выпрыгивают из карманов. Как вот такой трэш-угар и прочее, все сразу хватают, и как бы весь Инстаграм, собственно, завален этими замечательными картинами. Ну вот здесь был просто разваливающийся флигель, его наконец снесли, вот там что-то будут строить. Вот прекрасная, чистая, нетронутая, нетронутая брандмауэрная стена. А вот с этой стороны мы можем видеть трубы. Дело в том, что... Привет-привет, поздороваемся с местными жителями. Это вообще один из любимых моих дворов. В Питере я здесь очень много провел времени в свое время, да. Вот там трубы торчат, вот там трубы торчат. Город потреблял неимоверное количество дров. Когда вы снимали квартиру... Ой, ты посмотри, какая прелесть. Рыжий. Рыжий, бесстыжий. Как тебя зовут, а? Все, ускакал. Ускакал. Город потреблял нереальное количество дров. Было крайне важно, когда вы снимали квартиру, понимать, вы снимаете ее с водой, дровами или без. Потому что вот вода и дрова, они порой стоили как треть, а иногда даже как половина этой квартиры. Поэтому город потреблял нереальное количество дров. И все реки и каналы, они были заставлены раньше... Хоп-хоп-хоп. Чувствуете, какой здесь разумаус? Они были заставлены... О, бегуть, 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 бегуть. Киски, киски, киски. Они были заставлены баржами с дровами. Вот в этом дворе... Его, кстати, недавно отремонтировали. На самом деле он был в ужасном состоянии. Сейчас он в более-менее приличном. В этом дворе не так очевидна история с коммунальными квартирами. Но я покажу вам ее в другом месте, где она будет гораздо в большей степени представлена. Вот в этой арке мы сейчас увидим феноменальное, совершенно потрясающее изобретение русской инженерной, советской, российской инженерной мысли. И как не дать обрушиться арке. Оно очень красивое, обратите внимание. Такое конструктивистско-супрематическое история. Смотри, киска. Киса, 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 киса. Пошла обоссать Мазду. Но хотя нет, она не сделает. Это кошечка, обычно это коты делают. Вот, видите, все надежно, красиво. Красиво, но лучше так, чем это все упало бы. И мы выходим с вами на Моховую улицу. Вот она сейчас представлена в таком потрясающем виде. Они это делают уже с прошлого года. Я в прошлом году войдет из экскурсии. Вот оно все было вот так же. Вот они до сих пор это конопадят. Я вам расскажу еще одну историю. Я здесь прожил 4 года. Эту улицу ремонтировали 2 или 3 года. У меня вот приятель Жека, который сейчас в Штатах живет, он на своей трешке раздолбанной, 1974 года рождения, приезжал. И он узнал каждую ямку. В какой-то раз он приезжает и говорит, я ничего не понимаю, что происходит. Я говорю, а что такое? Говорит, я еду. И гладко. А это был чемпионат мира по хоккею тогда. И они закатали за двое суток. За двое суток они все закатали вокруг. Моховую, пестеря. Кстати, чемпионат был характерен тем, что я помню, там был такой эмодзи. Ну, вот этот вот символ. Лось с клюшкой. Так вот, был скандал. Лось был слишком недоброжелательный. Просили его переделать. Ну, аж русской лось. С каких боков он должен вам быть улыбчивым и жизнерадостным. Вот, закатали буквально за двое суток все. А вот эта вот хренотень тянется уже второй год. На радость местным жителям, на самом деле. Моховая улица есть и в Москве. Там она действительно произошла, происходит название, потому что она моховая. То есть, особо мох там торговали мхом. Здесь совершенно иная история. В Москве есть район хамовники. Да, я все что-то Москва, Москва, да. Хамовники, почему они хамовники? Потому что хам, это... Вот, кстати, вопрос знатокам. Я сначала встречал, что это какое-то голландское слово. Я в голландском словаре не нашел этого. Потом выяснилось, что это какое-то древнерусское слово. Полотно, да, парусина. Там ткали парусину для кораблей. Хамовники назывались эти люди. Отсюда, собственно, хамовнический двор и район хамовники. И вот эта улица раньше тоже называлась хамовая. Ну, понимаете, что хамовая как-то не очень хорошо звучит. Никому эльфо. Поэтому народ ее сам переделал в моховую. И таким образом вот она так и осталась вот моховой. И как бы с тех пор она по народному мнению так и называется. Здесь у нас музыкальное училище, где, соответственно, обитал Леха Скрипач, который играл один раз у меня в проекте. Некоторое время привет ему, если он смотрит. Тут у нас театральное училище, откуда вышли все наши там эти вот Хабенские, Пореченки. Вот они все отсюда. А это учебный театр. Это бывшее училище Тенишевское. Одно из самых таких прогрессивных, либерально привилегированных. Именно сюда, с Морской улицы приезжал. Молодой на боков, на собственном автомобиле. Да, и здесь он, соответственно, пребывал. Естественно, поскольку здесь был театр и помещение, где можно было собираться, это было крайне актуально для всевозможных религационных массовых сборищ. Потому что им важно было находить какие-то помещения. И вот здесь, как обычно, у нас абсолютно неприметная мемориальная доска, что в этом здании в одной из аудиторий в феврале 1906 года выступал Владимир Ленин. В 1906 год еще. Это собрание партийных работников о тактике активного бойкота Государственной Думы. Это крайне интересная мемориальная доска. Дело в том, что большевики сначала не хотели идти в Государственную Думу. Они считали, что вот эта парламентская вся история, она разрушит религиозную ситуацию. И они были правы абсолютно. Поэтому сначала они Думу бойкотировали. Потом они это дело перестали делать. И решили, что все-таки надо им тоже поучаствовать в этом. Сейчас мы зайдем вот в этот двор. Здесь я прожил 4 года. Сейчас мы пройдем за этой влюбленной парой следом. Но веду я вас не потому, что я здесь прожил 4 года, а из-за одной характерной достаточно особенности. Дело в том, что флигели, откуда все вот эти вот дворы-колоссы и прочее, потому что бабло побеждает зло. И флигели строились ради того, чтобы зарабатывать деньги. И было абсолютно неважно, ну то есть тут не нужны, видите, ни колонны, ни портики, ни какие-то другие украшения. Если здесь еще вот эта часть флигеля, она более-менее нормальна, вот видите, например, вытаскивают трубы. Там подвал. Тут я вам сейчас покажу. Ну что, привет, друг дорогой. Я жил вот здесь. Здесь подвала нет. Здесь скрываешь пол, и там земля, и крысы бегают. Поэтому все, соответственно, кошки окрестные тусовались у меня, потому что против крыс есть только одно средство – кошки. Ничего другое, вот эти всякие, знаете, ультразвуковые и прочие истории, они не работают. И вот тут, конечно, 4 года был секс-дракс, рок-н-ролл. Ну, без дракса в моем случае, потому что я дракса закончил еще до студенчества. Но вот меня в свое время поразила, конечно, вот эта история, что вот этот флигель, он стоит прямо на земле. И стоит до сих пор, на самом деле, никуда не развалился. Я после того, как окончил государственный университет телекоммуникации профессора М.А. Бунчбриевича, даже хотел получить второе образование, поступал в театральную академию. Я был, наверное, единственным вообще в истории театральной академии, который поступал туда по одной из причин, я жил напротив. Ну, то есть, как бы, мне вот это, а вторая причина, я просто до этого занимался там занятием пластикой, с одним преподавателем на халяву. И мне это очень понравилось. Ну, то есть, действительно, да, то есть, еще до того, как я занялся восточным медленнаборствами, я знал, что есть стадиционер в мире, да, что никакая пластика мне не нужна. Ну, вот. И вот, как бы, вот это было у меня две причины. Первый свой экзамен я, ну, фактически проспал. Я пришел туда, там, очередь, я говорю, ну, ладно, окей, я пошел к себе в курсе пить. Прихожу, а там все закончилось. Вот такое у меня было страшное ранение стать актером. Вот. На второй экзамен я попал. Я вот туда вот ходил. Вот видите, вот это здание. Это вообще бывший осамбляк, на самом деле, частный. А вот сейчас, как бы, театральная академия. Характерные кирпичные вкладки мы, вставки мы о них еще скажем. Вот. Второй я попал, прочитал какую-то пьесу. Мне сказали, что да, все хорошо. Но вот там что-то неправильно я сказал, что нет, я правильно. Начал спорить, ну, вы же понимаете, да, когда студент приходит, не начинает спорить, это самый главный шанс попасть, в общем. А это ино-драма. А потом поступала, как там, не комедия, не комедия, комедия, как же, второе деление называется, эстрада, о, эстрада. Я пришел, там, так как сидит Штромберг, старенький-старенький лесовичок-боровичок. Я потом брал у него интервью, на самом деле, уже когда стал журналистом, он рассказывал про то, как он воевал, а он на самом деле боец. Вот. И мне сказали, что если у тебя в группе будут одни девочки, ну, в твоем потоке, когда ты будешь встать, то ты, скорее всего, пройдешь. А у меня был два мальчика, один из них, сын Полунина. И, в общем, короче, когда он там вышел, Штромберг постыдился, я понял, что у меня вообще нет никаких шансов, и забил на это дело. Здесь мы с вами приходим к довольно интересному зданию. Вот оно, вот оно. Это дома страхового общества России, построенное по проекту Леонти Бенуа. И, как бы, вот оно с этой стороны, посмотрите, какое оно чудесное, прекрасное. Да, здесь снимали Собачье сердце, вот та самая, которая, Бортко, разошедшая цитаток, не столько книга разошлась, сколько фильм, потому что, да, фильм пошел в народ. Это двор, который называется Кур-донер. Я все время насилую мозги своих экскурсантов. Кур, по-французски двор, по-французски честь. Кур-донер. Двор чести. Это старая усадебная конфигурация. Значит, мы об этом, я об этом скажу дальше, на самом деле, потому что, вот он выглядит вот так. Он прекрасен во всех отношениях, замечательен, бла-бла-бла. Но у него есть изнанка. И эту изнанку, на самом деле, не все как бы знают. И опять-таки, проблема в том, что раньше туда можно было легко попасть. Потому что вот это чрезвычайно парадная, да, арка, куда мы с вами идем, она была открытая. Сейчас ее перекрыли. Там висит, опять-таки, кодовый замок, когда здесь большой трафик, но ты просто подходишь и кто-то оттуда обязательно выйдет. Но мы сейчас, соответственно, будем проситься внутрь. Я надеюсь, нас пустят. А если не пустят, то будем тупо ждать. Вот, видите? Вот себя. Главное правило журналиста, если есть кнопка, звонок и прочее, нужно всегда сжать и прочее. Ну, иначе ты просто не попадешь туда, куда надо. Вот. Значит, мы заходим с вами в этот двор. Вот тут теперь охрана, все такое прочее. Раньше этого ничего не было. Отправляемся сюда. Так вот, курдонер. В эпоху девелоперского развития, в начале 20 века, когда у страховых обществ говна было, денег было, как говорит мой знакомый, как говна за баней. Да, 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 у нас слово говно произносится, поэтому те, кто ненавидит слово Питер, Петроград, Каваська, могут сдрыснуть быстренько отсюда. У них было очень много денег, и они не знали, куда их тратить. Они вкладывали, в основном, конечно, недвижимость. Я уже рассказывал, что дома горели идеально, и поэтому люди с удовольствием несли свои бабки для того, чтобы застраховать их жилища. И вот они строили такие доходные дома, раньше квартиры не продавались. Это веяние в наше время. Квартиры раньше сдавались. И была проблема, как повысить количество VIP-квартир. Дело в том, что VIP-квартира это та, которая смотрит на улицу. И вот представьте, допустим, вот этот дом, он бы вот там вот заканчивался. Соответственно, у вас количество квартир уменьшается. Вот была придумана вот эта конфигурация, она была перенята из дворянской истории, да, из герцогской, из баронской, какой угодно. И он так и назывался кур-донер. То есть по-русски кур-донер, а вообще он кур-донер. Значит, Бенуа, он привнес вот такой элемент, вот эти вот кирпичные вставки. Дело в том, что раньше кирпич был не комильфо. То есть, если у тебя дом из кирпича, у тебя не хватило бабок на облицовку, на штукатурку и прочее. При этом, например, когда я вожу свою группу в город Париж, а я туда уже сводил сколько? 6, по-моему, я уж не помню, групп, то мы видим там прямо на стрелке острова Сете дома еще эпохи Генриха IV, где вот примерно вот так вот, ну они пониже, но там вот вот эти кирпичные вставки. И поскольку Бенуа был из французов, то он вот это сюда и привнес. Потом уже в XIX веке архитекторы Китнер и Шрётер они постарались вот этот кирпичный стиль распропагандировать и даже пытались наладить производство собственного кирпича. На самом деле здесь я не обращал ваше внимание, но если мы посмотрим, то мы увидим, что машина-то, кстати, не очень понтовая, несмотря на то, что, казалось бы, здесь все должно быть цвести и пахнуть. Почему? Потому что здесь очень много коммуналок. Сейчас мы с вами вот посмотрите, какая чудесная атмосфера. Тут иногда может лежать обоссанный матрас. Ну и вообще тут очень хорошо пахнет, хотя сейчас не очень. И вот мы попадаем с вами уже туда, куда мы, в принципе, не можем предположить, что здесь такое происходит. Здесь очень красивые окна, обратите внимание, такие ренессансные. Не хватает только даже не знаю чего. Вот, например, мне очень нравится. Посмотрите, какая замечательная супрематическая конструкция, авангардистская. Артефакты культурологические присутствуют. Но это еще приличные. Иногда я тут вожу, и тут чего только не встретишь. Вот вот это вот шикарно, я считаю. Но это еще не все. Вот эти отбойники и так далее. Дворницкая, видите, одна квартира 13А. Если мы заходим сюда, то мы видим, что даже даже по автопарку народ как бы не из олигархов. Ну, вот стоит 5-я Бэха, но вот вам, раздолбанный Форд, Рено. Один раз мы тут ходили, здесь вообще народ пятерку Жигулей ремонтировал. И вот если мы с вами посмотрим на окна, мы вдруг увидим, что они все разные. Ну, то есть, как бы они все разные конфигурации. Какие-то пластиковые, можно показать, на самом деле. Какие-то пластиковые, какие-то деревянные, какие-то крашенные, какие-то не крашенные. В чем прикол? А это и есть те самые коммуналки. Коммунальные квартиры. То есть, именно, когда вы заходите в Адор, по окнам можно понять, где, что и почему. Вот там вот, я не знаю, будет видно или нет, полиэтиленом аж затянуто. То есть, это, я тоже так делал зимой, ну, когда дует и прочее. А вот, смотрите, какая прелесть, божечки, как я обожаю это. Вот эти розы, розочки, розочки. Это же прекрасно. Были бы они желтыми, я бы спел вам песню Наташи Королевой, но они красные. Какие есть у нас песни про красные розы такие, я вот что-то не припомню. Я знаю про белые розы, про желтые розы. А, желтые тюльпаны. Все, на свалку мне пора. Здесь видно, вот здесь сохранился, кстати, отбойники, сохранились еще отбойники до революционные. Это против карет, опять-таки, чтобы они не отбивали. Посмотрите, как они у вас вросли в землю. Это рептилоиды специальными кувалдами пришли и вот так вот их туда забили. И там у нас на самом деле история, которую от нас скрывают явно. А сейчас я вам покажу свой один из своих любимых дворов. Я называю его двором счастья, двором радости и так далее. Но за ним будет еще более радостный. Пойдемте. вот тут у всех получается просто мега фотки для инстаграмчика, кусочек неба. Посмотрите, вот вы встаете с утра с чашечкой кофе, вам хочется подойти к окну, насладиться видом, и вы наслаждаетесь им и думаете, вздернуться может наконец уже. То есть, вот это Достоевщина в чистом виде. Хотя это не район Достоевского, район Достоевского с той стороны Невского проспекта. Я там тоже когда-нибудь сделал нам экскурсию. Это не район Достоевского. Но, тем не менее, идем дальше. А теперь мой самый любимый, самый любимый, самый любимый, самый прекрасный двор. Здесь нас встречает радостная надпись. Улыбнись, потому что ничего другого здесь не остается. Вот, ребята, двор-колодец. Если вы хотели увидеть его, вот он. Вот это и есть самый настоящий двор. Колодец. Сюда у нас народ просто забегает, его отсюда потом никакими за уши не вытащишь. Вот тут видна структура дома. Видите, балка. Там кусочек дранки. Дранка деревянная на самом деле. И вот это еще одна причина, по которой дома горели идеально. Посмотрите, какой шикарный ремонт сделан. Красиво. Я так понимаю, это, наверное, часть какой-то арт-задумки авторов данного проекта о реанновации. Здесь же у нас есть холодильники. Вот там один холодильник, вот там еще один холодильник висит. Дом был крутым, на самом деле, потому что предполагались даже, видите, собственные конюшни, а для кого-то и гаражи. Вот если мы пойдем в эту арку, мы выйдем обратно во двор. Там торчит воздушная шахта, но мы с вами пройдем другим путем. Обычно я экскурсантов ввожу сюда. То есть можно совершать настоящее путешествие, чувствовать себя оратором. Вот, смотрите, окно. Куда ведет, хрен знает. Вот еще. Ну, вот это, конечно, тоже было пробито позже. О, здравствуйте. Вот еще здесь прекрасный закуток. Санкт-Петербургский государственный музыкальный драматический театр арт. Очень заметный, как бы, понимаете, да, где вы находитесь. вот там вот зайдете. О, кстати, смотрите, какой клиент. Такой свингаум. Ну, их здесь много, на самом деле. Маховая улица, она одна из самых таких. Я, когда там жил, это было, это было в эпоху, когда сотовая связь не была распространена, и у нас стояла антенна на крыше, ее три раза крали. Пока мы, наконец, не выяснили, что, ну да, здесь вот так вот. Сейчас мы уходим с вами обратно на Маховую улицу. Вот там, кстати, двор, который раньше был проходным, можно было выйти на Литейный проспект. Но сейчас, к сожалению, эта история, она закончилась. Несмотря на то, что здесь шумно, я хочу вам показать одну вещь. Вот она история, которую от нас скрывают там жиды-рептилоиды сохранили все эти дома закопанные. И сейчас их, наконец, а? Здравствуйте, здравствуйте. А, здравствуйте. Здравствуйте, вот видите, узнают. быстренько посмотрим вот сюда, смотрите, видите, здание, дом, следующий дом, и между ними непонятное что-то. Более того, видно, что сверху какая-то наклобучка. Это бывшая церковь. вот она вот была здесь, сверху была луковка, потом это все уничтожили к чертовой бабушке. Вот, и осталось вот в таком виде. пойдем. Дом с грифонами, архитектор Пель. Вот грифон вот там под под балконом на самом деле. Вот по этой улице потом сделал отдельную экскурсию. Пойдем, перейдем. Здесь жила, кстати, подруга моей замечательной знакомой, шведки Сесилия Линстранд, куда я ходил на потрясающую вечеринку, без штанов она называлась, то есть тебе приходят уведомления на имя, что мы тебя приглашали на вечеринку, то есть дамы к пяти, а мужики к семи. Я не понимаю, в чем прикол. Ну, мы приходим к себе, оказывается, дамы приходят к пяти, они там и когда ты приходишь, тебе говорят, вот тебе бухло и снимай штаны. И такие, знаете, вот эти все менеджеры шведские, они ходят там в костюмах, но без штанов, в одних трусах. Один мой знакомый сразу убежал, ну, а мы тоже с Джеком Чо сняли штаны и пошли, собственно, веселиться. Вот этот дом, который здесь находится, он на самом деле построен аж в 1970-х годах, он восстановленный после Великой Отечественной войны. На самом деле, там вот угловой дом, где, собственно, жила эта самая упоминаемая подруга, он тоже был пострадавшим во время Великой Отечественной войны. Здесь у нас, соответственно, дом построенный по проекту Павла Юрьевича Сезора, это один из самых плодовитых архитекторов конца 19-го, начала 20-го века. По его проекту построен, например, знаменитый дом Зингера, ныне дом книги, который Павел Дуран все время облюбовал для контакта, но сейчас, как вы знаете, штаб-квартира уже в Москве на Ленинградке, там в этих двух башнях, где Мэйлру располагается, но питерский соответственно контакт до сих пор там есть, хотя они недавно взяли еще одно здание на углу в общем у Красного моста вот этот дом двух голландцев и бельгийцев, который до сих пор не могу выучить. Вот вам еще один курдонер, это Павел Юрьевич Сезор тоже придумал, вот такая вот история, этот двор непроходной, то есть он туда очень как бы туда хочется пойти, но нет. Здесь раньше висела еще сфера, потом ее сняли к чертовой бабушке. Напротив у нас вот там вот сохранился знак Усовья Ахима, в Петербурге их не восстанавливают, в Москве вот что мне понравилось, я видел два знака, которые были покрашены очень интересным способом, изначальным, как они выглядели, он цветной. Сейчас мы с вами будем нырять во двор, чтобы выйти обратно на фонтанку. Здесь у нас вот вот эти таблички висят о тех людях, которые были арестованы, расстреляны по поводу этих табличек был большой скандал, насколько они как бы санкционированы, но тем не менее это не все те, кто были здесь, не все те, кто пострадали в то время. в этом доме, кстати, обитал Мусорский с Римским Корсаковым, такая замечательная история, ну, Мусорский бухал, как вы знаете, как черт, если вы читали Москва-петушки, то помните эти замечательные истории, как он в канаве валялся, и Римский Корсаков его все долбил, типа там Модест, Модест, ну, ты там переложил ноты, ну, то есть, когда ты придумаешь, что тебе нужно записать партитуру, это процесс муторный, как бы долгий, и Модест отвечал, да, я переложил с подоконника на рояль, вот, но, к сожалению, вы знаете, чем закончил Модест Мусорский, дома, вот эти, флигели, они не предполагали лифтов, поэтому вот эти вот нахлобучки лифтовые, они появились уже в советское время, у меня квартира находится тоже в центре, вторая, и там должны были поставить лифт прямо в центре парадной, возмутились бабушки, сказали, что будут шуметь, вот прекрасный тоже пейзажик, видите, труба торчит, чистая стена парадмаурная, ничем не запаханенная, вот в таком месте главное не пукнуть, потому что понятно почему, здесь вот тоже есть такие веселые закутки, вот видите, со всех четырех сторон закутки радости, ну вот можно в один из них зайти, вот, здесь можно услышать дыхание города, как кто-то жарит картошку, как кто-то говорит по телефону, как кто-то трахается, бывало и такое на самом деле в моей практике, очень интересный пример, вот эти вот, вот это сандрик сверху, да, они называются лучковые сандрики, и вот смотрите, видите, такой разорванный лучковый сандрик с окном по центру, к сожалению, граффитчики, ну вот, жалеют красок, времени, усилий, потому что их будут все равно замазывать, поэтому красивых картин не так много у нас в дворах, вот здесь мне очень нравится вот этот вот отдельный дом стоящий, вот видите, и такая труба оттуда идет, и вот смотрите, вот тоже бронмаурная стена ничем не запоганенная, а вот тут, вот если мы посмотрим, ну, таких примеров на самом деле много, но в основном в других дворах, вот видите, стена, вот там, бронмаурная с двумя окнами, вот эти окна были врезаны уже незаконно, они врезались в разную эпоху, они врезались и до революции, и в советское время, кто-то умудрялся это дело согласовывать на самом деле, а кто-то это делал просто на шару, особенно много это, конечно, происходило в 90-е годы, в эпоху новых русских, когда, ну, вот смотрите, например, вот видите, там вот, такое полукруглое окно, непонятно, откуда взявшееся, все гладкое, вот, а тут вот было окно, ну, видите, его заложили, наверное, кто-то стуканул, куда надо, вот, прекрасный двор, здесь тоже очень такая характерная есть деталь, это, кстати, здание уже советской постройки, несмотря на то, что выглядит оно как классическое, ну, потому что такой высоты дома там в 19 веке еще не могли построить, особенно в пушкинскую эпоху, вот, видите, прекрасный пример, вот стена, и тут даже не просто, блин, окно, там балкон, ну, от воров, видите, как это заделано, и сайдингом лоджия сделана, красиво, красиво, великолепно, мансарда явно ни хрена не согласованная, гуля, 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 и сейчас, не поверите, мы окажемся обратно на набережной реки Фонтанки, здесь у нас такая арка, вот эти своды называются кессанированные, Это к нам пришло из Италии. В нишах раньше располагались скульптуры. Впереди нас ждет инженерный или Михайловский замок прямо по курсу. И вуаля! Вот мы с вами оказались обратно на реке Фонтанки. То есть мы зашли с вами вот там вот, в том дворе. И вышли здесь, на набережной Фонтанки, дом 18. Совершив, ну, я надеюсь, чем-то увлекательное путешествие. Соответственно, оставляйте ваши комментарии. Если вам интересно походить по таким дворам не только здесь, то есть в другой местности уже вживую, своими ногами, да, и послушать меня, то следите за анонсами мероприятий. Летом, я надеюсь, все начнется. С вами был гид Павел Перец. Не болейте, увидимся. Видите, из солнца вышло. Из солнца вышло поприветствовать нас. Оставляйте комментарии. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok